Николай Садовский практически всю сознательную жизнь трудился на легендарном предприятии «Атлантика». Очень хорошо помнит, как пошел в свой первый рейс 1 августа 1964 года. А последний был уже в другом тысячелетии – 30 апреля 2008 года. В последнее время работал главным механиком рыболовного судна. Прошло уже достаточное время, а с головы ни море, ни суда, на который ходил, ни рыба, которую ловил, не уходит. И снятся. И ночью просыпаюсь, как будто мне звонки еще идут с машины, чтобы куда-то ходить, надо бежать куда-то. Короче, не отпускают мне море. Работники рыбной промышленности в один голос говорят – свою жизнь без рыбы и без моря не представляют. В промысловом флоте Юрий Ульянов проработал 43 года. Пошел по стопам отца, который был рыбаком. Промысл, как говорится, заканчивался успехом тогда, когда полный трал рыбы. Тогда, как говорится, экипаж полностью занят. Мы выпускаем прекрасную продукцию, снабжаем Севастополь. Я начинал работать на консервном плавающем заводе, когда рыба, выловленная рыба, обрабатывалась тут же на заводе и выпускали качественную продукцию консервы. В преддверии профессионального праздника работников рыбной промышленности поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Хотелось бы еще раз поздравить всех ветеранов, поблагодарить всех, кто предан этому романтичному, такому важному делу. Настоящим людям, которые, да, ты с морем. И, конечно, семьям, которые всегда ее ждут домой, которые ждут их с добычей, с уловом. Ну и всем, кто, в принципе, так или иначе считает себя причастным к этой замечательному делу, к этой замечательной профессии. Дорогие друзья, еще раз всех вас с праздником. Мы обязательно сделаем так, что Севастополь будет далее славиться своей рыбной отраслью и своими рыбаками. Поздравил собравшихся из пикил городского парламента Владимир Немцев. И я хотел бы особую благодарность высказать ветеранам за ваш многолетний труд, за преданность профессии, за те славные традиции, которые были заложены вами. Также хочу поблагодарить и нынешних специалистов преддверий праздника. Хочется пожелать всем рыбакам ни хвоста, ни чешуи, богатого улова и всегда быть верными славным традициям и нашему Черному морю. Ветеранов рыбной отрасли по традиции наградили благодастными письмами губернатора Севастополя и законодательного собрания города. А Михаил Возвожаев подчеркнул, в Севастополе живут целые династии работников рыбной промышленности. Белокаменный всегда славился людьми этой профессии. Глава города обещал подумать над тем, как увековечить именно тех, кто прославлял эту отрасль. Ну а день сегодняшний диктует новые условия, в которых находится эта промышленность. Вызов настоящего – специальная военная операция, которая затрагивает все сферы жизни. Михаил Возвожаев подчеркнул, городские власти в любом случае будут всячески поддерживать рыбную отрасль. Конечно, нужно обновление флота. Конечно, много нужно что делать. Теперь еще у нас специальная военная операция внесла свои коррективы. Черноморский флот ограничился частично выход артелей в море. И, конечно, стало еще сложнее. Но я точно скажу, что правительство рыбаков не оставит один на один с этой бедой. Я сейчас был в Москве, еще раз эту тему обсуждал. И мы будем все равно получать и федеральную поддержку, и продолжать поддержку из регионального бюджета. Ну и, конечно, я считаю, что, тем не менее, результаты специальной военной операции должны нам позволить Севастополю в плане развития отрасли начать возвращать свои позиции. Потому что я уверен, что мы по-другому посмотрим на разные ограничения, на разные какие-то международные правила, которые нам мешают развиваться. Я верю в то, что в Севастополе рыбная отрасль будет процветать. Дополнили поздравления от городских властей, выступления творческих коллективов, двоца культуры рыбаков. Но все же основные события будут происходить 9 июля. День рыбака традиционно отмечают во второе воскресенье этого месяца. В 12.00 на набережной пляже Парка Победы жители и гостей города ждет концертная программа. Севастопольцы смогут посмотреть новые театральные постановки и вокальные номера. Кроме того, празднование уже традиционно будет сопровождаться приготовлением и раздачей ухи. День рыбака в Севастополе – один из самых любимых праздников. Традиция отмечать эту дату столь масштабно возводилась после воссоединения Севастополя с Россией. Святослав Данилов, Андрей Тымчук. Новости Севастополя.